Привет, меня зовут Дмитрий Морозев, я эксперт в ритейле и продаже. С момента активного развития торговых центров в России, многие бизнесы постоянно ищут в них место и по итогу открывают в них свои торговые точки. В этом видео я расскажу, как не потерять свои деньги, открывая магазин или кофейню в торговом центре. Расскажу, какие локации в торговых центрах и под какие бизнесы больше подходят. Подписывайся на канал, тут полезное про масштабирование ритейла. Итак, виды арендаторов и локаций в торговых центрах и несколько закономерностей их размещения. Якори – это основные лид-магниты трафика в торговый центр. Обычно это продуктовые супермаркеты, детские развлекательные центры, магазины электроники и другие. Раньше в этом списке были еще и кинотеатры. Первостепенная задача торгового центра – оперативно подписать как можно больше якорей, чтобы с момента открытия торгового центра привлечь ими покупателей и потенциальных арендаторов к себе. Желательно посадить якори таким образом, чтобы людям пришлось до них немного пройти. У каждого якоря есть ряд своих рыб-прилипал, тех, кому нужна их клиентская база. У продуктовых магазинов это могут быть орехи, соленья, бытовые услуги. У зеленого яблока или туаля – это мелкие косметические бренды. И, конечно, у ужас – разрывные духи. Лучшая стратегия рыб-прилипал – это присосаться к своему целевому трафику и платить только за него. Клиент выходит из перекрестка и делает еще 2-3 импульсных покупки. Фудкорт и ресторан. Их лучше всего сажать максимально высоко и далеко по тем же самым причинам. Либо со входом с фасада, чтобы привлекать уличный трафик симпатичными витринами и визуалом толп на входе. Со входом с фасада или со входом сразу внутри торгового центра размещаются те, кто готов платить высокую аренду за весь или почти весь клиентский поток торгового центра. Это крепкие бренды с большой клиентской аудиторией, маркетинговыми бюджетами и чаще высокой маржи. Островки – это малые бизнесы и начинающие предприниматели. Покупатели к ним специально не пойдут. Поэтому для максимизации выручек обеих сторон их надо видеть. Буквально натыкаться на них. Именно за это они и платят немалую аренду. Есть бизнесы, которые подсаживаются под инженерку или инфраструктуру торгового центра. Например, им нужен большой склад, удобная разгрузка или максимальная близость к электрощитку, чтобы удобно завести электрику в свой магазин. Ярмарки – еще один вид арендаторов торгового центра. Размещаются они временно и берут самые проходные коридоры. Логика простая – быстро собрать максимум трафика и заработать на нем. Иногда среди таких бизнесменов встречаются мошенники. Будьте аккуратны. Недавно общался с управляющим нескольких торговых центров. Он рассказал мне пару занятных кейсов по размещению бизнесов в торговых центрах. Один арендатор очень хотел подсесть под туалет. На его вопрос «Зачем?» он ответил «Мне нужен постоянный трафик». Еще в каждом ТЦ есть проклятые места. Локации, где каждые два месяца меняются арендаторы. Нужно быть опытным, чтобы считывать такие слепые зоны и не идти туда. Одна из главных задач любого торгового центра – на своей территории разместить максимальное количество бизнесов, которые удовлетворяют максимально большое количество потребностей клиентов. И важно, что эти бизнесы порой платят абсолютно разные арендные ставки. Так, например, фитнес-центры, пункты выдачи, ремонтные мастерские платят мало, зато дают органический, постоянный трафик. До них клиенты дойдут всегда. Их лучше размещать в самых дальних неликвидных локациях ТЦ. Это повышает аренду соседних помещений и дает трафик. Зная это, вы договоритесь с ТЦ на меньшую аренду для вашего магазина на их территории. В одном из следующих видео я расскажу, как вести переговоры с торговыми центрами, чтобы открывать там свой магазин или кофейню и уверенно вести свой бизнес. Если ты сейчас думаешь об открытии своей первой торговой точки или хочешь кратно масштабировать уже имеющуюся сеть, напиши мне в личных сообщениях или заполни заявку на сайте. Начни путь к результатам уже сейчас. Лайки, комменты приветствуются. И вообще подписка на мой канал это первое, что нужно сделать после просмотра этого видео. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok